Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня приготовлю очень вкусный чесночный майонез или соус. Назвать можно по-разному. Готовить его буду на основе майонеза Провансаль. Этот рецепт уже есть у меня на канале. Многим он понравился. Сейчас на экране появится подсказка, ссылка на это видео. Обязательно посмотрите. Я там очень подробно рассказываю, показываю. И если вы всё сделаете правильно, майонез у вас обязательно получится. На столе все эти продукты, которые понадобятся. А в рецепте я, как всегда, укажу их точное количество. Готовить буду с вот таким вот чесночком. Зелёным, весенним, свежим. Это не тот чеснок, который мы садим на зиму. Тот, который сам сеется, разрастается кустами. Если у вас есть дача или частный дом, я думаю, этого добра у вас достаточно. Приготовьте такой майонез. И вы поймёте, что это его хорошее и вкусное применение. В первую очередь мелко нарезаю чеснок. На 200 граммов растительного масла. Я его беру без запаха. Понадобится 20-25 граммов чеснока. Но это по моему вкусу. Если вы любите покрепче, поароматнее, значит берите его больше. Хотел сразу я бы вам посоветовала взять все продукты по рецепту. Приготовить, попробовать, а потом подкорректировать по своему вкусу. Высыпаю растительное масло. И сразу хорошо пробиваю блендером, чтобы как можно лучше измельчить чеснок. На это понадобится совсем немного времени. Добавляю сюда 1 треть чайной ложки соли, горчицы и чайную ложку сахара без горки. Все продукты в рецепте я обязательно укажу в граммах. Выдавливаю лимонный сок. Его понадобится столовая ложка. Если нет лимона, можно заменить самым обычным уксусом. Но с лимоном, конечно, вкуснее. И добавляю яйцо. Самое крупное, какое у меня есть. Яйцо надо вылить так, чтобы желточек не разбился. Сразу чашу блендера наклоняю к себе, чтобы знать, где поймать яйцо. И ногой блендера накрываю его. Взбиваю на самой высокой скорости. И сразу ногу блендера не поднимаю, держу ее на месте, пока эмульсия появится по всей окружности стакана. Потом начинаю, также не приподнимая, водить ее в разные стороны, чтобы как можно лучше взбить яйцо. И когда эмульсии появляется больше, понемногу приподнимаю, сразу чуть-чуть. Потом все выше и выше, чтобы захватить верхнее растительное масло. Для того, чтобы у вас получился хороший, плотный, однородный майонез, надо придерживаться технологии взбивания. Здесь совсем не важна температура продуктов, в какой последовательности вы их добавляете, а вот именно сама технология взбивания. Взбивать очень долго не надо. Как только получилась однородная масса, майонез готов. И время взбивания вы можете проследить на видео, потому что съемку я не останавливаю. Получается он очень ароматный. Смотрите, какой плотный, однородный. Остаются, конечно, очень маленькие кусочки чеснока, но его это ничуть не портит. Вот так вот за считанные минуты вы сможете приготовить натуральный ароматный чесночный майонез. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok